Здравствуйте! Сейчас 20 часов 1 минута. 24 февраля 2022 года. Вот буквально только что произошел громкий хлопок со стороны Чернигова. У меня в доме задребезжали окна. Вероятнее всего, что за Черниговом по направлению в сторону Киева взорвали металлический мост через Десну, для того, чтобы российские оккупанты, танки, машины с солдатами, бронетранспортеры не могли двигаться по направлению к Киеву. Десна – это не очень глубокая и не очень широкая река, но без мостов ее преодолеть невозможно, потому что она очень извилистая, большие заводи, и только через мост можно перебраться. Произошел мощный хлопок. Такое впечатление, как будто бы где-то на расстоянии нескольких километров упал снаряд, задребезжали окна. Но судя по тому, что в течение всего дня идут звуки грохотания и эхо разрывающихся бомб со стороны Чернигова, вероятнее всего, что Чернигов бомбят. Я не могу на 100% в это утверждать, но судя по звукам, которые оттуда исходят, вероятнее всего, что бомбят или Чернигов, или под Черниговом какие-то объекты, или же, может быть, даже на город ложатся снаряды. И вот этот мощный хлопок, который произошел, вероятнее всего, что это металлический мост, который строился давно-давно еще при Советском Союзе, через Десну, его подорвали. Но вероятнее всего, что подорвали украинские военные для того, чтобы не допустить проникновения российских оккупантов, захватчиков в сторону Киева. Я думаю, что ночь будет беспокойная. Эта бомбежка и обстрел украинских городов не будет прекращаться, потому что вот этот обезумевший карлик, который сидит в Кремле, в бункере и встречается с иностранными лицами, высокопоставленными, на расстоянии 7-8 метров, как он с Макроном, с президентом Франции встречался. Макрон сидит на одном конце стола, а Путин сидит на другом конце стола. Там метров 7 между ними было. Но это вообще полное безумие. Это шизофрения и психопатия. Я явно видно даже не медику. Так что от этого безумца, который держит в страхе своих подчиненных и Совет Федерации, и своих вот этих вот жаполизов, халуев, подхалимов, они его боятся, как Сталина боялись. И Маленковый, и Берия, и тот же самый Хрущев, и другая вот эта вся братья коммунистическая. Точно то же самое происходит сейчас и в Кремле. Вот этот мелкий карлик, ростом 1,45 или 1,50, сколько там у него роста есть. Если снять его с протезов, с этих лабутенов, на которых он ходит, то там 1,40, наверное, вряд ли будет. Чем меньше ростом человек, тем более он подлый, мерзкий и паскудный. Это синдром муськи. Таких маленького роста людей нельзя назначать на руководящие должности. От них будет только вред и зло всем окружающим. Они будут всю жизнь свою зли, мстить за то, что они невысокого роста и будут только негатив из себя излучать. Конечно, неприятно все, что это происходит. Ополченцев собирают. Собирают призывников. Жаль, конечно, что на территории Украины нет закона, как в Молдавии, который позволял бы иметь в каждом доме огнестрельное оружие. Не только охотничье, но и боевое. И как это в Швейцарии сейчас. Ну не сейчас, это уже давно. Несмотря на то, что Швейцария страна нейтральная, но в Швейцарии в каждом доме есть огнестрельное боевое оружие с большим запасом боеприпасов. С военной формой полная амуниция имеется для того, чтобы человек по звонку или по объявлению по радио или по телевидению переоделся в военную форму и как защитник своего государства стал сплоченной ряды для защиты своей родины. К сожалению, на территории Украины такого закона нет. Пытались его несколько лет назад через Верховный Совет, Верховную Раду протолкнуть. Это было бы сейчас огромной пользой. Ну вот буквально за неделю до того, как произошло нападение сегодня на территории Украины, люди стали массово покупать в оружейных магазинах оружие для того, чтобы иметь возможность защищаться. Потому что противостоять украинскому народу при численности российского населения больше чем в три раза превосходит российское население, украинское население. Очень трудно. Идет бомбежка. Если посмотреть в Ютубе и в интернете по сообщениям по всей границе Белоруссии с Украиной и России с Украиной идет нападение, массовый захват, вводятся войска, заезжают и танки, и бронетранспортеры, и машины с солдатами, с пехотой, и авиаудары наносятся, и ракетами бомбят. Ну, естественно, что бомбят и из пушек стреляют. Вот такая вот ситуация неприятная. Держитесь. Я надеюсь на то, что здравый смысл у зарубежных партнеров Украины восторжествует, и европейские государства окажут максимальную помощь Украине для того, чтобы противостоять врагу. Причем этот враг не только враг Украины, а враг всей Европы. Удачи вам! Держитесь! Крепитесь! Украина победит этого подлого мерзкого врага. Слава Украине! Дополнение к предыдущему моему тексту. Вот сейчас по дороге через село в направлении на Чернигов движется колонна российских войск. Тихо было, ну, не считая тех хлопков, выстрелов и взрывов от снарядов и от ракет, которые в сторону Чернигова летели и взрывались. А сейчас идет сплошная колонна. Даже вот слышен грохот. Я сейчас замолчу. Будет слышен, как шумит компьютер, и будет слышно, как в доме, в деревянном, слышно звук этих транспортных средств. Вероятнее всего, что не очень хорошо было слышно. Я сделаю дополнительную запись. Еще выйду сейчас с фотоаппаратом и качественно запишу звук. 20 часов 22 минуты я вышел из дома. Сейчас я записываю на смартфон LG P713. По дороге на Чернигов движется колонна машин. Вот я сейчас подошел поближе к забору своего двора. Вот такой вот грохот идет. это на расстоянии буквально от меня где-то метров 250-300. Похоже, танки там ездят, судя по звуку. Коты прибежали к моим рукам идут, лазят тут по забору, мешают записывать. Темно, облачная погода, луны нет, звезд нет, в селах люди в домах повыключали свет. Это только я один тут, извините за выражение, как дурачок, свет свечу. все попрятались.